14 марта день православной книги. Дату праздника определила отечественная история. 1 марта по старому стилю, 14 марта по новому, в 1564 году в Москве на печатном дворе вышла из печати первая книга. Иван Федоров сделал оттиск книги «Апостол». С этого момента началось официальное книгопечатание в нашей стране. «Апостол» – это богослужебная книга, которая поныне используется в любом православном храме. Православная книга – это не только священное писание, святоотеческие творения, святоотеческие творения, богословская и церковно-историческая литература, но это и литература художественная, которая учит человека, как жить, помогает ему сохранить традиции и развиваться как личности. Библия состоит из священных книг Ветхого и Нового Завета, в которых содержится покровение о Боге, мире и нашем спасении. Отличительная особенность библейских книг – историчность, единство священных текстов. Они полностью согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. Евангелие обозначает благовестие. Евангелие написано на греческом языке. Считалось, что тексты написаны Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Но, скорее всего, это собрание устного творчества. Исследования в этой области продолжаются. Труды известных православных богословов и любимых народом батюшек – это книги духа, держатся ответы на важнейшие вопросы существования мира и человека. Иоанн Дамаскин – христианский святой, богослов, философ и гимнограф. Святой Иоанн родился в Сирии в христианской семье. Служил при Дамасском калифе главным казначеем. Позже был назначен первым министром и градоначальником Дамаска, что не помешало ему защищать христиан от мусульманского гнета. Никодим Святогорец, в миру Николай, родился на греческом острове Наксосе в середине XVIII века в христианской семье. С детства отличался особой религиозностью. Это был один из образованнейших людей своего времени. В 26 лет Николай был пострижен в монашество с именем Никодим. Пять лет спустя святой Никодим принял схему и предался молитвенному безмолву. В возрасте 60 лет преподобный Никодим Святогорец мирно почил о Боге и отошел в Царство Небесное. Святитель Игнатий Бринчанинов родился в 1807 году. Происходил из старинного дворянского рода. В крещении будущему святителю Игнатию было дано имя Дмитрий. Получил хорошее образование, способностями выделялся среди прочих детей. Окончив главное инженерное училище в Петербурге, Дмитрий подал прошение об отставке, но оно было отвергнуто. Вскоре Дмитрий заболел туберкулезом и был направлен в инженерное подразделение крепости на берегу Западной Двины. Через год он вышел в отставку по состоянию здоровья и в Александрово-Свирской обители был подчинением имени Игнатий. Умер святитель Игнатий в 1867 году. После смерти в кармане его подрясника обнаружили несколько копеек. Вот и все его материальное богатство. Преподобный Иоанн Лествичник почитаем Святой Церковью. Несмотря на широкое почитание этого подвижника, биографические подробности его жизни до нас не дошли. Предположительный период его жизни определяется пределами VI-VII веков. Родился он в Константинополе, воспитывался в обеспеченной семье. В юном возрасте Иоанн предпочел аскетичную жизнь. В 16 лет постригся в монахи. Через 19 лет по принятии пострига предался безмолвию, неустанным молитвам и строгим постам. Иоанн пробыл в безмолвном отшельничестве около 40 лет. После 40-летнего подвига отшельничества Иоанн стал во главе Синайской обители. Широкому кругу он известен как составитель авторитетного памятника аскетической литературы Лествица. Митрополит Анатолий Сурожский, известный православный миссионер XX века, в миру Андрей Борисович Блум. Родился в 1914 году в Швейцарии. В семье к вере будущий митрополит пришел в 14 лет. Тогда же стал активным прихожанином трехсветительского подворья в Париже и в 1931 году посвящен для служения в храме. По окончании школы поступил в Сарбону на биологические и медицинские факультеты. В 1939 году принял монашеский обед. Служил на фронте армейским хирургом в 1939-1940 годах. Затем работал врачом в Париже, где участвовал в движении французского сопротивления и был врачом в антифашистском подполье. В 1943 году был пострижен в мантию с именем Антоний. Врачом работал до 1948 года. В Великобритании митрополит Антоний активно участвовал в церковной и общественной жизни, пользовался известностью в разных странах. Митрополит Антоний скончался 4 августа 2003 года в Лондоне. Серафим Саровский и всея Руси чудотворец в миру Прохор Машнин – русский святой, преподобный, канонизирован Российской Церковью. Родился Прохор Машнин в 1754 году в Курске в купеческой семье. В отрочестве упал с колокольни, но остался невредим. В 17 лет посвятил себя иноческой жизни. Стремясь к уединению, стал жить в лесу. Подвижничество сводилось к телесным ограничениям, чтению священных книг, ежедневной молитве. Натрил в себя иноческий труд молчания, старался ни с кем не встречаться и не общаться. В 1810 году возвратился в монастырь, но ушел в затвор на 15 лет. После окончания затвора принимал многих посетителей, имея дар прозорливости и исцеления от болезней. Скончался 2 января 1833 года в своей келье в Саровском монастыре во время коленно преклоненной молитвы. Среди всех необычных людей, родившихся на русской земле, важное место занимает святой, праведный батюшка Иоанн Кронштадтский. Биография этого знаменитого человека содержит удивительные факты. История жизни будущего святого началась 19 октября 1829 года. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии со степенью кандидата богословия он поехал в Кронштадт, где его служение продолжалось 53 года. В Кронштадте батюшка женился. По обоюдному согласию супруги дали обед девства, целомудрие, и поэтому детей у них не было. Предсказал дату своей смерти 20 декабря. Уже в последние дни, когда был в забытии, очнувшись, спросил, какое сегодня число. Ему ответили 18 декабря. На что отец Иоанн сказал, еще два дня. Умер праведный отец Иоанн в Кронштадте в своей квартире в самом конце 1908 года, 20 декабря. Ему было почти 80 лет. Валентин Феликсович Война-Ясенецкий родился в 1877 году в городе Керчь. Удивительный человек с удивительной судьбой. На первый взгляд жизнь святителя Луки может показаться полной противоречий. Сын истово верующего католика стал пославным. Успешный врач в разгар антицерковной кампании принимает сан. В нем сочетались стремление к божественной истине и жажда знания, основанного на научном опыте. И, наконец, Лука Крымский стал первым и единственным священнослужителем, лауреатом Сталинской премии за разработку новейших хирургических методов лечения. Премия составила 200 тысяч рублей. И больше половины этой суммы святитель Лука отдал на нужды детей, оставшихся без родителей. Но это все внешнее. Личность Луки Крымского оставалась цельной и непротиворечивой. Он исцелял души и тела своей паствы, всецело посвятив себя делу милосердия. Умер архиепископ Лука в 1961 году. В 2000 году святитель Лука был причислен к сону святых новомучеников и исповедников России. Субтитры создавал DimaTorzok